Добрый день! Здравствуйте! Сегодня с вами приготовим фруктовый торт, в данном случае яблочный. Выберите продукты, которые нам понадобятся. Я разделю их на две части. Вот это для бисквита, три яйца, сахар, молоко, масло растительное, мука, какао, корица, разрыхлитель, ванилин. И вторая часть это фруктовый курд. Это мы будем делать сегодня с лимона и апельсин. Нам нужен лимон, лимонная цедра, яйца, масло, сахар и две столовые ложки крахмала. Естественно, герой нашего тортика это яблоки. Давайте начнём. Первым долгом просеем муку. Мука, крахмал, корица, разрыхлитель. Всё это хорошенечко перемешаем и просеем. Вернее, просеем, а потом перемешаем. Ванилин я использовать не буду. Вы, если хотите, добавляйте. Я считаю, достаточно здесь есть корицы. Какао, лимон, цедра. И считаю, достаточно. Всё просеяли. Теперь выжимаем сок апельсинов и лимона. У меня апельсины маленькие. Я отжала тут два апельсина. Половинку лимона. Посмотрю на кислинку, если меня устраивает достаточно. Если нет, я и вторую половину тоже отжимаю. Теперь смотрим, сколько у нас жидкости. Жидкости должно быть 200 грамм. Если у вас чуть-чуть не хватило, можете долить водички. Высыпаем сюда цедру, разбиваем два яйца, добавляем сахар, крахмал и взбиваем хорошенечко. Можно венчиком, можно миксером, чем вам удобно. Теперь через сито и ставим на огонь. Ставим на огонь и варим, не переставая помешивать. Тут крахмал, он может прилипнуть к дну и буквально сразу же и подгореть. Быстро варится. Вот получилась такая масса, как заварной крем. Это и есть заварной крем, только не на молоке, а на фруктовом соке. И называется это курт. Яблоки почистили, нарезали. Выкладываем их так очень красиво, скажем так. Насыпаем сверху сахар и ставим на огонь на 15 минут, на медленный огонь. Взбиваем 3 яйца, 200 грамм сахара, такую хорошую пену. Так как мы сюда будем добавлять потом молоко и масло. Добавили молоко и масло, чуть-чуть перемешали. Ну и теперь вперед. Мука, какао, корица. Такой аромат. Тут не используем миксер, так как у нас тесто может затянуться. Если бы там не было бы молока, нет проблем, можно было бы использовать миксер. Всё, тесто готово. Выстилаем форму пергаментом. Нанесите масло, чтобы быть уверенным, что оно не пристанет. И ставим в духовку. 180 градусов на 40 минут. Ровно за 40 минут у вас будет готов ваш бисквит. Через 40 минут проверяете. Шпажка сухая, значит готова. Оставляем минут 20, чтобы оно остыло. Через 20 минут переворачиваем, снимаем, доставим из формы и снимаем бумагу. Теперь надо отрезать макушку. То, что у нас горочкой было сверху. Ну и снять горочку, вот эту верхнюю. Вы видите, я сбоку вхожу в тесто и делаю прорезь. Не полностью обрезая его, а именно сбоку. А потом переворачиваю, делаю бортики и снимаю вот эту часть. То есть у нас получилась вот такая с бортиком. Скажите, а бортик для чего? Бортик для того, чтобы яблочки... Хотя крема немного, но яблочки обычно скользят с этого крема. И получается некрасиво. А бортики удержат всё это. Будет довольно-таки симпатично. Теперь делаем сироп. Для сиропа нам понадобилось 1 столовая ложка с горкой сахара. 1 чайная ложка рома. Если вы используете спиртное, если нет, этого добавлять не надо. Добавьте щепотку ванилина. И 3 столовые ложки воды. Хорошенечко перемешали, намочили ваш бисквит. Ну, обрызгайте его или смажьте кисточкой. Особенно бока. Бока получаются очень сухие, если их не пропитать ничем. Обязательно пропитайте. И потом выкладываем наши готовые яблоки. За 15 минут яблочки пропеклись. И у них нет сока совершенно, но они мягкие, как мармелад, скажем так. Теперь добавляем сверху, опять же, оставшийся курт. И закрываем наш колодец крышечкой. Опять же, пропитываем вот этот верхний слой. Посыпаем измельченным бисквитом, который мы обрезали. И украшаем. Украшайте на ваше усмотрение. Оставляем минимум на 2 часа. Он должен пропитаться, как бы набрать вкус, скажем так. Вот я теперь нарезаю. Правда, прошло всего-то час. Дольше ждать мне, как говорится, терпения не хватило. Может, у вас тоже будет так. Я знаю, что это очень вкусный торт. Да, ещё мой дегустатор сидит здесь. Вот сейчас будет дегустация. Вот получается вот такой тортик. Нежирный масло у нас тут всего-то 50 грамм. А то, что 80 грамм растительного, он почти испарился. Растительное масло теперь как вода. Понравилось? Если понравилось, вы тоже приготовьте. Он всё-таки легче, чем те крема, которые мы готовим на масле, на сливках, на маскарпоне. А вот это очень лёгкий, вкусный и довольно-таки приятный на вкус, необычный тортик. Делитесь видео, пишите комментарии, задавайте вопросы. Кто не подписался, подпишитесь и заходите ко мне ещё. Я всегда рада вам. А пока, пока-пока. Спасибо, что посмотрели видео.